В рамках передачи «Культурная эволюция» предлагаем вашему вниманию запись лекций концерта Исаак Дунаевский «Солнечный джаз», предоставленную Культурно-просветительским центром Дубрава имени протеерея Александра Меня. Солнечный джаз 1932 год. Ленинград. Режиссер Григорий Александров торопился и немного нервничал перед встречей. Уже давно он искал композитора, который смог бы написать музыку к его фильму «Веселые ребята». Первый в СССР музыкальной комедии, сделанной по всем правилам американской киноиндустрии, Александров стажировался в Голливуде. Это была забавная история о похождениях талантливого пастуха Кости Потехина. Принятый по случайности за парагвайского дирижера Фроскини, простодушный Костя произвел сенсацию в московском мюзик-холле и стал дирижером джазового оркестра. Репетиции к выступлению в Большом театре его оркестр проводит на похоронах. Фильм был посвящен джазу, и это требовало от Александрова смелости. Отношение к джазу было в стране советов настороженным, часто враждебным. Джаз — это музыка толстых, категорично заявил глава советских писателей Максим Горький. Раз, два, три, десять, двадцать ударов, и вслед за ними дикий виск, свист, грохот, вой, рев, треск, лошадиное ржание, хрюканье медной свиньи, вопли ослов, оскорбительный хаос бешеных звуков. Пропагандистская пресса загудела. От саксофона до ножа один шаг. Сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь. Неудивительно, что к сценарию фильма критики предъявили немало претензий. Вещь целиком не наша. Но Александров, сжав зубы, продолжал свое дело. Главная роль была предложена Леониду Утесову, артисту Ленинградского театра «Сатиры», организовавшему в северной столице собственный джаз-оркестр, теат-джаз, театрализованный. Он сыграет хорошо, но нужна музыка. Зажигательная, запоминающаяся, жизнерадостная. Нужно, чтобы зритель, уходя, пел. Претенденты появлялись, но все было не то. В тот вечер Александров пришел домой к Леониду Утесову, который пригласил к себе дирижера Ленинградского мюзик-холла. Еще один кандидат в композиторы оказался маленьким человеком с тонким нервным лицом. Исаак Дунаевский с улыбкой представил его Утесов. То, что произошло дальше, Александров запомнил на всю жизнь. Он объяснил идею фильма, а маленький человек подошел к роялю, в раздумья опустил руки на клавиши, и вдруг по комнате полилась красивая, нежная, солнечная мелодия. Она мгновенно пленяла душу и легко запоминалась на память. Когда в воздухе растаял последний звук рожденного только что чуда, Дунаевский повернулся к Александрову и спросил, «Немножко похоже?» Александров стоял окаменевший, не смея вымолвить ни слова. Это было то, что нужно. Перед его глазами вдруг ясно предстал весь будущий фильм. «Мы можем петь и смеяться, как дети, Среди упорной борьбы и труда. Ведь мы такими родились на свете, Что не сдаемся нигде и никогда. Нам песня строить и жить помогает, Она как друг и зовет и ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает, Тот никогда и нигде не пропадет». Утесов сиял. Его и Дунаевского давно сдружила общая любовь к Джорджу Гершвину, Американскому композитору и пианисту, Одному из отцов джаза. Голубая рапсодия Гершвина Была исполнена в сопровождении оркестра Утесова В концерте ленинградского мюзик-холла. Было немало противников включения рапсодий в программу, Но переубедить двух этих ярых фанатов джаза Не удалось никому. Для веселых ребят Дунаевский написал музыку В лучших традициях бродвейских мюзиклов. Теперь предстояло самое сложное — Получить одобрение цензоров. Вместе с другими писателями Смотреть фильм сел Максим Горький. И что же? От холодной фронды буревестника революции Не осталось и следа. Замечательная работа! Смело, весело, до чего талантливы люди! И хотя назвать историю про Костю Потехина Джаз-комедией так и не разрешили, Веселые ребята стали в советском кинопрокате Картиной номер один. Нам нужен джаз, И никто не позволит гнать его с эстрады. После премьеры веселых ребят Эйзенштейн увидел Александрова И сказал своему спутнику «Удивительно!» Гриша может пройти по канату. Он был в юные годы Канатоходцем на фабрике эксцентрики. Бесстрашный. Фильм под названием «Москва смеется» Повезли в Венецию на вторую международную киновыставку. Награда «Золотой кубок». Вы думаете, что Москва только борется, Учится, трудится? Вы ошибаетесь! Москва смеется! И так заразительно бодро, Что вы будете смеяться вместе с ней. Это агитирует больше, Чем доказательства стрельбой и речами. Во Франции Веселые ребята стали известны, Как весь мир смеется. Настоящим триумфом Сопровождалась демонстрация комедии в Америке. Музыка Дунаевского звучала снова и снова. Зимой 1935 года На кинофестивале в Москве Показали мексиканский фильм «Вивавилья». Прямо во время сеанса Зрители стали неудержимо хохотать. В самый патетический момент Мексиканские крестьяне Запели марш из веселых ребят. В литературной газете появился фильетон. «Караул грабят!» Дунаевский приобрел мировую славу. Встреча с Александровым Оказалась для него встречей с судьбой. И теплое чувство К своему соавтору Он пронесет через все годы. С большим волнением пишу я вам, Дорогой Гришенька, Никогда за все время Моего бурного восхождения Я не забывал о той роли, Которую вы сыграли. И дело, конечно, не в том, Что наши личные отношения Способствовали радостной Атмосфере творчества, Которую мы переживали, Сидя за дирижерским пультом. Да, я умею то-то и то-то, Но взять лучшее Смогли только вы. Я люблю вас, Люблю ваш талант, Люблю самую вашу работу. И если по велению случая Наши пути разойдутся, Я буду завидовать Всякому художнику, Работающему с вами. Но любить вас буду так же. И вот что поразительно, Веселые ребята Готовились два года, Завоевали необыкновенную популярность, Но со временем Потеряли зрительский интерес. Их не пересматривают сегодня. По-настоящему бессмертна В этом фильме Только музыка Дунаевского. Дальше были «Волга-Волга», «Дети капитана Гранта», «Искатели счастья», «Вратарь», «Светлый путь». Песни Дунаевского Многочисленными импровизациями, Фантазиями, обработками Подхватили все Советские джаз-оркестры. Джазовая музыка Стала регулярно звучать по радио. Джазовые коллективы появились Не только в Москве и Ленинграде, Но и в союзных республиках. Это была победа. Исаак Дунаевский Родился 30 января 1900 года На Украине В провинциальном городке Лохвица. Его предки, родом с берегов Дуная, Отсюда и фамилия Дунаевские, Переселились сюда В силу каких-то обстоятельств. Отец служил кассиром В местном банке И к музыке отношения не имел. Но мама великолепно пела И играла на рояле. И будущий композитор С самого детства Влюбился В задушевные еврейские И украинские песни. О том, насколько сильны Были эти впечатления, Можно судить По поздравительной телеграмме, Которую Дунаевский Пошлет своей маме На 80-й день рождения. Сердечно поздравляю тебя, Дорогая мамочка! Крепко обнимаю, целую, Желаю только одного, Чтобы мы еще много лет Слышали твое пение Украинских песен И видели, как ты танцуешь Мазурку, твой сын. Родной брат отца, Дядя Самуил, Был известным гитаристом И сочинителем песен. И уже в четыре года Исаак стал подбирать По слуху мелодии вальсов, Который играл в парке Городской оркестр. Дунаевский закончит Харьковскую консерваторию По классу скрипки И продолжит учебу На факультете композиции, Когда в стране Уже будет бушевать Гражданская война. Однажды отец попросил Исаака Сопроводить товары Их хороших знакомых, Грузить на подводы, Исторожить ночью. Дорога была опасна И утомительна. И каждый раз, Прибыв на место, Еще не успев отдохнуть, Исаак брал свою скрипку, Выходил на улицу И начинал играть. Это были волшебные, Чарующие мелодии, В которых жили вера, Надежда и любовь. Улица сразу заполнялась народом, И страшная братоубийственная война, Пусть и на миг прекращалась. Он был необыкновенным, Этот тихий и задумчивый, Солнечный мальчик, Говоривший со всеми Легко и просто, И не признающий в отношениях Ничего, Кроме искренности и тепла. В этом холодном и жестоком мире Люди могут согреться Одной лишь любовью. Своим призванием Исаак выбрал музыку, Рожденную в черных кварталах Нового Орлеана, Грандиозный синтез негритянской Европейской культур. Джаз прекрасен, Но он должен бить не в ноги, А в сердце. И симфоническая музыка, И джазовая Одинаково говорят об эмоциях людей, Разница лишь в языке. Все запреты и предрассудки Были ему безразличны. Могли бы вы и подумать, Что поклонник Бетховена и Чайковского Сделается мастером легкого жанра. Но я хочу этого. Творить легкую музыку Серьезными средствами. В 29-м году его позвали в Ленинград, В эстрадный театр-мюзик-холл. Дунаевский был поглощен творчеством, Но за кажущейся легкостью его песен Стояла долгая и напряженная работа. Мелодия для меня — Это живое, дышащее существо. Он писал музыку всегда и везде, Вставал в 6 утра и уже что-то сочинял. Если был в гостях, То мог удалиться в уединенную комнату И писать на клочке бумаги. Порой музыка не рождалась. Упрямо, мучительно. Например, он никак не мог придумать Припев знаменитого «Марша энтузиастов». Нам нет преград ни в море, ни на суше. В отчаянии даже просил помощи у коллег, Но в конце концов все-таки нашел припев сам. Приехал на завод электросила И увидел во дворе группу рабочих, Бодро идущих на смену. Услышал что-то в ритме шагов. «Господи, так ведь это и есть марш энтузиастов!» И бросился к шоферу. «Сережа, гони к роялю!» Слава Дунаевского была колоссальной. Красный Моцарт, Советский Штраус, Российский Гершвин, Так о нем говорили. Каждое утро Одна шестая часть суши Просыпалась под его песню о родине. Широка страна моя родная. Вдохновлялась энергией и отвагой Его спортивного марша. «Эй, вратарь, готовься к бою! Часовым ты поставлен у ворот!» А в минуты грусти Напевала Песенку о капитане. «Капитан, капитан, улыбнитесь, Ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь, Только смелым покоряются моря». Он депутат Верховного Совета, Заслуженный деятель искусств, Лауреат Сталинской премии, Народный артист, Но звездная болезнь К нему не пристала. Скромность и еще раз скромность. Нельзя почивать на лаврах И преподносить себя на блюде. Любая награда — Это прежде всего Обязанность серьезно И много работать над собой. Сохранился фотопортрет Дунаевский у рояля. Фотограф во время работы Над снимком был недоволен. «Исак Осипович, Все время у вас все получается криво, Вот музыка у вас ровная, А движения кривые. Ну, займите, пожалуйста, Более вальяжное положение». 25 минут Дунаевский искал Нужный арабеск. Рука на рояле. Но каждый раз, Когда он устраивал руку на клавишах, Рука дрожала. Фотограф кричал «У меня получится смазано, Перестаньте!» Дунаевский отвечал «Я не могу, Это рефлекторно. Когда рука композитора Лежит на клавишах, Она должна дрожать. Всегда!» Есть и еще одна Удивительная фотография. Работы Моисея Напельбаума. На ней запечатлены трое. Дунаевский, Утесов, Шостакович. В чем ее особенность? У всех героев Поставленный взгляд. Напельбаум долго выбирал, Кому из героев Смотреть в камеру. Сначала смотрел Тихий, скромный Шостакович. Ничего не получалось, Бликовали очки, В глазах не было выражения. Потом посмотрел Утесов, Напельбаум только поморщился. Нет, не то, не то. А когда в камеру Посмотрел Дунаевский, Фотограф поднял руку И сказал, А теперь замер. Утесов, Смотри куда-нибудь ниже. Шостакович, Повернись в сторону. Дунаевский перебивал Всех своей энергетикой. В нем жила Небесная сила. Где бы ни выступал Дунаевский, Он начинал дирижировать, И с ним происходило Что-то невероятное. Чувствовалась какая-то Фантастическая мощь От этого маленького человека. Он завораживал. Ты слушаешь эту музыку, И тебя куда-то уносит. Со всей страны Шли Дунаевскому Взволнованно благодарные письма, И он всем отвечал. Где вы? Что вы? Как вы? Как можно ограничиться Несколькими строчками, Ничего не говоря о себе? Я хочу, Чтобы вам было хорошо, Но если плохо, Доставьте мне радость Помочь вам. Людмила, Какое имя? Людмила, Вы моя чудная, Славная. У меня хранятся Все ваши письма. Все. Я буду счастлив Получать ваши весточки, И самой большой радостью Будет для меня Отвечать на них В моей музыке. Музыку Дунаевский Писал разную, Но политическую, Тем более по заказу, Писать не умел. Моя система жизни Неограниченная Свобода действий, Мыслей, Полное невмешательство В мой внутренний мир. Власть думала иначе. Все люди искусства Обязаны были Отрабатывать славу. Соседом по даче У Дунаевского Был оперный певец Иван Козловский. Рассказывали, Что однажды Козловского Привезли на банкет В Кремль. Партийные бонзы Принялись На перебой Заказывать Любимые номера. Спойте Арию Ленского. Нет-нет, Лучший романс, Я помню чудные мгновения. И тут Сталин Примирительно Урезонил Собравшихся. Товарищи, Зачем Заставлять Нашего гостя? Не надо. Пусть он Споет то, Что захочет. А захочет он Сердце красавец. Дунаевский, Конечно же, Был обречен. Многие чиновники Жаждали угодить Главе государства За счет Народного композитора. После одного из концертов Нарком внутренних дел Ежов Подошел к Дунаевскому, Похвалил его, Но посетовал. Ваши песни Замечательные, Но Самой главной Среди них Нет. Какой? Нет песни О товарище Сталине. Я мог бы написать Такую песню, Но Мне еще Не попадался Достойный текст. Растерянно Ответил композитор. Текст? Текст это не проблема, Потер ладоши Ежов. Вскоре Дунаевский Прочел Ужаснувшие Его строки. От края До края По горным вершинам, Где свой разговор Самолеты ведут, О Сталине Мудром, Родном и Любимом Прекрасную Песню Народы поют. Какая уж Тут могла быть Музыка. Песню для вождя Записали в студии На пластинку И привезли Как подарок В Кремль. Сталин Внимательно Послушал Творение, А после Небольшой паузы Произнес. Товарищ Дунаевский Применил Весь свой Замечательный Талант, Чтобы эту Песню О товарище Сталине Никто Не пел. Пусть Он пишет Песни Не для Товарища Сталина, А для Всего Советского Народа. Больше Подобных Заказов Дунаевскому Не поступало. 22 Июня 41 Года Мирная Жизнь Прервалась. Тишина На советской Границе Была Взломана Залпами Немецких Орудий. По Заданию Главного Политуправления Красной Армии Дунаевский Со Своим Ансамблем Отправляется В длительную Концертную Поездку. Настал Час, Когда Всю Нашу Творческую Энергию Мы должны Направить На службу Народу. На помощь Ему В героической Борьбе С фашистскими Ордами Гитлера. Я Отдам Ей Все Свои Силы. Так Появилась Моя Москва. Люди Слушали Ее Стоя, Со Слезами На Глазах, Испытывая Глубочайшее Волнение, Москва Осажденная Врагом Для всех Кто был На фронте И всех Кто оставался В тылу Была Святыней. Немецкие Войска Стояли В семнадцати Километра Столица Очевидец Очевидец Писал Невозможно Забыть Как грозно Несокрушимой Духовной Мощью Поднималась Эта Песня Во тьме Ночи В грохоте Боя Сливаясь С сотнями Голосов Песню О Родине Как молитву Повторяли Пленники Фашистских Концлагерей Пройдут годы И на двадцать третьем Километре От Москвы По Ленинградскому Шоссе Где когда-то Проходила Линия Фронта Появится Памятник Защитникам Города На его Борельефе Будут Высечены Стихи Из песни Исаака Дунаевского Любовь В жизни Дунаевский Ставил Превыше Всего И бесконечно Влюблялся Во время Учебы В консерватории Не было ни одной Хорошенькой Девушки Которой бы Дуня Как его В шутку Звали Не посвятил Был Романс Вот и Прекрасно Возлюбленная Моя Ты прекрасна Глаза Твои Волосы Читал он Наизусть Одной Из своих Избранниц Библейскую Песнь Песней Вхожу я В сад Сестра Моя Невеста Собираю Миру И ароматы Открой Мне Голубка Моя Совершенная Дунаевский Вспоминал Что Любовь Подарила ему Ощущение Мужественности Он Жил В Российской Империи Где Постоянно Происходили Еврейские Погромы В месте Где тебя Запросто Могли Ударить В спину И сказать Эй Ты И вдруг С появлением Этой Девочки Он Перестал Бояться Тридцать Тридцать Девятый год Дом Отдыха И творчества Комарова Юная Артистка Кардебалета Тата Мочебелли Присела На скамейку И стала Накручивать Свою Роскошную Накладную Косу Расположившийся Рядом Незнакомый Мужчина В пижаме Спросил А можно Вашу Косу Тата Недоуменно Протянула Ее Собеседнику А мужчина Приложил Косу К своей Лысой Голове И Игриво Улыбнувшись Спросил Мне Идет Тата Замерла А мужчина Продолжил Вас Как зовут Тата А меня Дуня В этот Момент На крыльцо Вышел Муж Артистки Заведующей Музыкальной Частью Малого Театра Анатолий Попе И она Тут же Вскочила С лавки Спаси Меня Что случилось Тут Какой-то Сумасшедший Я спросила Как его зовут А он Говорит Дуня Попе Посмотрел На странного Мужчину И сказал Таточка Дорогая Ну это же Дунаевский Не обращай Внимания Он так С девушками Знакомится Наш Лучезарный Моцарт Женой Композитора Стала Красавица Балерина Зинаида Судейкина Подарившая Ему Сына Женю Будущего Художника Сына Он обожал Я должен Погасить Лампу Когда Женя Уснет Должен Поговорить С ним Перед Сном Должен Сказать Ему Спокойной Ночи Они Были Друзья Дунаевский Дунаевский Считал Что есть Что-то Более Высокое Чем Любовь К Женщине Это Любовь Отца К Сыну И Сына К Отцу Но Романтические Увлечения Продолжались С Любовью Приходила Музыка И Вскоре Рядом С ним Появилась Еще Одна Танцовщица И Тоже Красавица Зоя Пашкова Он Завладел Сердцем Этой Девятнадцатилетней Девушки Запросто Будучи На двадцать Лет Ее Старше Написал Ей Романтическую Записочку За кулисы Когда Вы Появляетесь На сцене Все Будто Солнышком Озаряется Вашей Улыбкой Пригласил В тот же Вечер Куда-то Пашкова Была Признанной Красавицей Пользовавшись Огромным Успехом У мужчин Но Отдала Всю Свою Любовь Только Одному Мужчине Дунаевскому Который Несмотря На Невзрачную Внешность Обладал Невероятным Магнетизмом Сын От этого Брака Максим Станет Известным Композитором Продолжателем Семейной Династии Дунаевский 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 Все время Искал Женскую Красоту И Однажды Сказал Жене Я люблю Твою Маму Я буду Любить Ее Всегда Но В мире Столько Красивых Женщин Мое Сердце Не знает Как Остановиться Оно Бьется Все Сильнее Красота Это Самое Дорогое Самое Высокое Что Даровано Человеку В Бесплотном Состоянии Это Музыка А В Телесном Женщина Я Ничего Не могу С собой Поделать Пусть Твоя Мама Меня Простит Дунаевский Жил На Две Семьи Поскольку Он Не был Членом Партии Особенно Его Не Преследовали Но Шлейф Осуждающего Шепотка Был Самой Глубокой И Тяжкой Привязанностью Дунаевского Будет Роман С Молодой Актрисой Ликой Лидией Смирновой Сыгравшей Главную Роль В Его Фильме Моя Любовь В Роскошном Номере Гостиницы Европейская Он Сыграл Ей Мелодию К Фильму И Спросил Ну Что Скажете Я Я Не знаю Мне Кажется Здесь Должна Быть Другая Песня Вроде Чтобы Тело И Душа Были Молоды Застенчиво Ответила Лика А мне Нравится Это Весело Произнес Дунаевский И Как-то Внимательно Посмотрел На Непонимающую Пока Своего Счастья Девушку Когда Фильм Был Закончен Он Подарил Ей Экземпляр Песни Моя Любовь С надписью Я Ничего Вам Не Дарю Я Отдаю То Что Принадлежит Вам А потом Начались Корзины С белой Сиренью Зимой И Письма Лика Моя Любовь Мое Счастье Мое Все Как Я Люблю Тебя Моя Девочка Представляешь Ли Ты Себе Это Нет Не Представляешь Все Равно Как Ты Не Будешь Думать Какова Сила Моей Любви Она Будет Больше Еще Настолько Ж Она Приходила К Стучала Условным Знаком Он Открывал Дверь И Говорил Пришло Солнце Бежал В одну Комнату Потом В другую Пришло Солнце Солнце И Все Было Этому Подчинено Если Мы Любим То Должны Верить В Любимого Человека Это Самое Трудное Непосильное Для Огромного Большинства Людей Без Веры В любовь Проникает Бацилла Разложения Меняет Ее Расщепляет На обидные Мелочи Уносит Всю Радость Как часто Большие Чувства Гибнут От Безверия Но Как Трудно Верить Как Легко Сбиться Дунаевский Надеялся Что Лика Станет Его Верной Подругой Единомышленницей Долгожданной Второй Половинкой Но Она Никем Ему Быть Не Могла И Мучилась От Того Что Должна Отвечать На Ежедневные Его Письма И Телеграммы Вот Дунаевский Пишет О Флабере А Лика О Флабере Не Знает Надо Идти В Библиотеку Искать Читать Цитировать Вот Пишет О Моне А Она Не Знает Что Моне И Моне Это Разные Художники Иногда Отчаявшись Отвечать Лика Говорила Актеру Володе Шишкину Иди Отправь Дунаевскому Телеграмму И Володя Верный Дружок Бежал На Телеграф И Что-то Там Сочинял После Выхода Фильма В прокат Лидия Смирнова Стала Настоящей Звездой И Не Смогла Устоять Перед Пылкими Поклонниками Ей Нужны Были Романы С Молодыми Людьми Дунаевский Был ее На 13 лет Старше Он Все это Чувствовал Но Все равно Писал И писал Пытаясь Пересилить Тревогу Ли Мое Счастье Как нужно Мне Посмотреть В твои Очи Экспедиции По картине Ты Ты в море В горах В ущелье Не Сердись На Меня Крошенька Девочка Я Не Смею Жаловаться Но Почему Так Бесконечно Пусто Когда Нет Вестей Целую Миллион Раз Твой Шани Весь Твой Шани Дунаевский Предложил Смирновой Стать Его Женой Но Она Ответила Прости Я Не Могу Пусть Все Остается По-прежнему И Он Исчез Все Ни Писем Ни Телеграм Она Пришла К нему В гостиницу Постучала Он Открыл Дверь Но Не Сказал Солнце Пришло Здравствуй Я Пришла Пожалуйста Проходите Я Пришла Я Садитесь Пожалуйста Что Что Случилось Как Что Случилось Я Вам Предложил Все Вы Отказались И Знаете Я Вас Просто Больше Не Люблю Так Что Что Мне Уйти Как Вам Угодно Они Расстались Но Когда Во Время Войны Балмате Смирнова Заболела Брюшным Тифом Он Узнал И Прислал Телеграмму Такая Человечина Как Вы Не Может Умереть Очень Волновался Спрашивал Не Нужно Ли Что Нибудь Как Помочь Выкарабкаться Минули Годы Смирнова Отдыхала В Риге По Дороге С Пляжа Зашла В ресторанчик Маленький Оркестр Заиграл До Боли Знакомую Мелодию Звать Любовь Не Надо Явится Незванно Заулыбалась Узнали И Вдруг Кто-то Обнял Ее За Плечи Подняла Глаза Дунаевский Бледный Уставший Это Я Заказал Для Вас Музыку Я Так Рад Вас Видеть Если Захотите Приходите На мой Сольный Концерт Я Буду Дирижировать Для Вас Как Тогда Если Дунаевский Кого-то Любил То Это Чувство В нем Становилось Бессмертным Любить Это 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 Не Значит Только Тяжело И Страстно Дышать При Виде Друг Друга Любить Это Значит Познавать Человека Его Душу Поступки Любовь Это Учиться Жизни Это Прежде Всего Отдавать В 45-м Году В Разрушенной Фашистами Полтаве В актовом Зале Школы Выступал Ансамбль Песней Танца Под руководством Дунаевского Один Из Присутствовавших На концерте Вспоминал Дунаевским Оказался Маленький Печальный Дирижер В черном Костюме Но Когда он Поднял Свои Трепетные Руки В одно Мгновение Началось Волшебство Затаив Дыхание Полтавчане Недавно Пережившие Гитлеровскую Окупацию Слушали Фронтовые Песни Советских И Американских Солдат Сразу После Войны Молодежь Пленилась Музыка Исаака Дунаевского Глена Миллера Бенни Гудмина И заболела Джазом Руководитель Школьного Духового Оркестра Стараясь Поддержать Юных Трубачей Набрался Смелости И добился Разрешения У директора Школы Организовать Небольшой Джаз Оркестр После Долгих Совещаний Было Дано Добро Новоиспеченные Джазмены Исполнили На Смотре Самодеятельности Песню Дунаевского Под бурную Овацию Зала Но Через Несколько Дней В областной Газете Выступление Школьников Было Названо Низкопоклонством Перед Западом А Джаз Оркестр Распущен В стране Разворачивалась Компания Борьбы С Безродным Космополитизмом Под запрет Попали Западные Инструменты Шестиструнная Гитара И Саксофоны Джаз Это музыка Духовного Порабощения Кольцо Вокруг Главного Проповедника Буржуазной Музыки Сжималось Постепенно Какое-то Время Дунаевский Ничего Не писал Завистники Злорадно Острили И Ссяк Осипович Но Вот На экраны Вышел Фильм Весна В котором Вновь Зазвучала Небесной Красоты Мелодия А песни Из кубанских Казаков Каким ты был И ой Цветет Калина Запела Вся Страна Их Стали Воспринимать Как Народные Дунаевский Сопротивлялся Политике Репрессии Когда На встрече В Горьковской Консерватории Студенты Задали ему Вопрос О творческих Планах Прямо Ответил Что Сюжеты Из советской Действительности Его не устраивают Меня Меня Большой театр Написать Написать Балет Журналы Потом Обвал Обвал Моцар 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 Немедленно Немедленно Вызванным В МГБ Немедленно Немедленно Позвонил Позвонил Сестре Музык 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 Шостакович Утром 25 июля 55 года Дунаевский Проснулся Рано И решил Написать Письмо Своей Давней Знакомой Как же Можно Считать И думать Что В вашем Возрасте Может Угаснуть Интерес К жизни Конечно С годами Меняются Интересы И желания Но Они Всегда Остаются Будьте Здоровы И Радостны Сильно Болело Сердце А Повиноваться Врачам Он Отказывался Говорил Что Лечится Музыкой С Музыкой В сердце И Ушел В то лето Женя Дунаевский Студент Художественного Института Уехал На практику За Полярный Круг С заданием Пройти По Северному Ледовитому Океану И отобразить Жизнь Моряков В своих Картинах Родители Провожали Его вместе Как в Старые Добрые Времена Шутили Смеялись На прощание Расцеловались Корабль Затерла Во льдах Арктики Громадная Белая Махина Застыла Под лучами Солнца Женя Вместе С другом Спустился С корабля Чтобы Побродить По льду И сделать Пару Эскизов Достал Бумагу И карандаш И Услышал Рык В развалку Оскалив Зубы К нему Приближался Белый Медведь Женю Как будто Парализовало И в этот момент Льдина Под ним Раскололась И он Начал Медленно Погружаться Под воду В голове Молнии Пронеслось Сейчас Сейчас я Утону И вдруг Как будто Кто-то Сверху Протянул Руку И он Ухватившись За нее Заполз На льдину Все Произошло За считанные Секунды Рука Рука Женя Отчетливо Ее видел Но Кто Его Вытащил Друг Нет Друг Растерянно Стоял В пяти Метрах От места Трагедии И не мог Вымолвить Ни слова Он Рассказывал Что у него Заребило В глазах Женя Провалился А потом Он уже Увидел Его Лежащим Без сознания На льдине На следующий День Женя Получил Телеграмму О смерти Отца Отец Умер В два Часа дня И тонул Он тоже В два Часа дня Ровно В два Ручные Часы Остановились До конца Жизни Женя Будет уверен Что тогда Его спас Отец Душа Исаака Дунаевского Расставшись С телом Прежде чем Отправиться На небо Бросилась Во льды Арктики Мой Дорогой Мой Любимый Сыночек Врач Который Проводил Вскрытие Рассказывал Сердце Дунаевского Выглядело Как сердце Старого Человека А может Он и правда Прожил Не 55 А 90 Лет Ведь Музыке Доступно Невероятное Когда Звучит Волшебная Музыка Мы Забываем О времени Музыка Музыка Я забываю Я забываю Что он Музыка 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 Мне кажется Что я смотрю На очень красивого Чужого человека В которого я Однажды Влюблюсь И Розалия Исааковна В этом чувстве Была не одинока На похоронах Дунаевского У его Второй Жены Зои Пашковой Отнялись Ноги Что такое Ноги Для балерины А она Не могла Жить Без него Опубликовать Некролог Власти Разрешили Лишь Двум Центральным Изданиям Но Горе Страны Было Трудно Себе Представить Режиссер Григорий Александров Вспоминал Как однажды Спросил Дунаевского А как Вы будете Писать Музыку И услышал Ответ Вы только Любите Меня Любите И у нас Все Получится Теперь К этой Просьбе Добавилась И другая Вы только Не забывайте Меня Я вернусь К вам Вернусь Обязательно И он Вернулся В 60-е Джаз Ожил Был создан Эстрадный Оркестр Под управлением Олега Лунстрома Сформировалось Сформировалось Новое поколение Советских Джазменов Надо Любить Музыку Именно Саму Музыку И тогда Все остальное Придет И слава И востребованность Наша цель Служения Музыке Свет Музыку Свою выразить величие чувств, увековечить любовь к молодости, к женщине, к детям, к песням и к Родине. Главное – жить, главное – любить, главное – верить. Не случайно Дунаевского связывали довольно странные отношения с композитором-генералом Александром Александровым, автором советского гимна. Дунаевский всегда исполнял его песни, а вот Александров никогда не исполнял то, что сочинял Дунаевский. Его спрашивали, почему, а он отвечал, рука не поднимается, мы не совпадаем. Музыка Дунаевского не была государственной. История все расставит на свои места. Политические оценки канут в бездну. А солнечные мелодии Дунаевского Останутся И снова будут звать нас за собой В Россию счастливую, Настоящую. В буднях великих строек, В веселом грохоте, В огнях и звонах Здравствуй, страна героев, Страна мечтателей, Страна ученых. Ты постепь, Ты полис, Ты к тропикам, Ты к полюсу, Легла родимая, Необозримая, Несокрушимая Моя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok